Всем добра! С вами Добрый Данил! Вы знаете, у нас в Ярославле проснулась медведица Маша. И это значит, что приход весны уже не за горами. И скоро мы увидим девушек в коротких платьях. Наконец-то избавимся от луж и будем наслаждаться теплой солнечной погодой. Погнали к новостям! 22 и 23 марта у нас в Ярославле проходит большой форум LikeMedia. Проходит он уже второй раз и посвящен он социальным сетям, медиапространству, ну и вообще информационным площадкам в сфере диджитал. На этот форум хедлайнером приехала ведущая, генеральный продюсер, общественный деятель и блогер Тина Гивиевна Канделаки. Ради которой, по большому счету, многие пришли на этот форум. Также был ведущий Первого канала Тимур Столовьев. Представители ВКонтакте Екатерина Якушева, Александр Шурыгина. Также были представители из компании Mail Group. Все эти люди делились с молодежью своими открытиями, кейсами и практиками в сфере социальных сетей, интернет-средств коммуникаций, а также своим наработком по поводу работы в медиапространстве и средствах массовой информации. Немножечко моего мнения. Дело в том, что послушав Тину, я понял, что ее контент непосредственно для студентов и школьников особо не подготовленных. Я ожидал чего-то большего и прямо хотел каких-то прорывных открытий. Может быть, чтобы она сказала в том числе и про новую социальную сеть Аура. Но, к сожалению, все было достаточно приземисто. Ну, может быть, для молодежи это надо. Но работает залом она восхитительно. Очень хорошо, что у нас в городе проходят такие мероприятия, которые растят молодых звездочек в сферах журналистики, интернет-коммуникации, ну и, конечно же, блогинга. Так держать. С приходом Владимира Волкова его упоминание в социальных сетях и в средств массовой информации растет с каждым месяцем. Недаром он зашел в топ-5 рейтинга самых цитируемых мэров региональных центров. Ну и очередное цитирование Владимир Волков получил, что поменял еще одного члена своей команды. Теперь первым заместителем у него будет коллега, которая из Московской области. С ним прибыла в Переславль-Залезский, ну а после и в Ярославль. Речь идет об Али Кибиц. Известно, что она бывший бизнесмен и сделала там неплохие деньги, а уже на муниципальной службе сделала себе неплохую карьеру. Ну а теперь будет в лице первого заместителя мэра города Ярославля уже у нас в Ярославле. Кстати, Волков сказал, что в принципе свою команду менять не намерен. И она будет достаточно постоянной. Очень обидно, что он в этой команде не ценит, не видит, ну и видимо не любит ярославцев. Но окончательное решение по поводу назначения на должность мы уже узнаем 10 апреля 2019 года. Знаете, для всех приход весны это пение птиц, зеленая трава, солнечная погода, прогулки с друзьями до самого вечера. А для автомобилистов Ярославля это сезон ям. Ну что ж, наклейка «Город без дорог» снова будет актуальна. И возможно я себе ее все-таки наклею. Если, конечно же, найду. Вы сами видели, что творится на дорогах. Эти ямы, которые из года в год появляются на тех же местах. Вы знаете, одноразовые дороги, когда некоторые резиновые изделия делают качественные дороги в соответствии с резиновыми изделиями. Ну их самих их можно назвать как резиновые изделия. Но с подрядчиком мэрия уже определилась и ямочным ремонтом будет заниматься Ярдор мост. Надеюсь... А что надеяться? Как обычно, на следующий год весь этот ямочный ремонт повторится. Я уже не понимаю, куда стучать, куда жаловаться. Средства у нас есть. У нас ума не хватает. Как такое может быть, что из года в год на одних и тех же местах одни и те же ямы? Я понимаю, что вы рубите бабло и гребете его лопатами, но сколько можно это терпеть? Я на своих огромных колесах уже устал преодолевать эти препятствия, которые даже КамАЗу преодолеть достаточно сложно. Но, извините меня, накипело. Всего в конкурсе участвовало две компании. И одну компанию отклонили. Ну, офигенная конкуренция, офигенные госзакупки, когда из одной компании мы выбираем с вами одну компанию. Я думаю, что действительно эта компания все-таки сможет сделать качественно. Спойлер, мое мнение, нет. Ну и дорожные активисты наши тоже с этим конкурсом не согласны. И всячески оспаривают вообще решение о том, что как такое могло получиться. Но оно ясно как. Потому что документы были подготовлены под одну конкретную компанию. И дело в том, что это обыденная практика проведения аукционов. Когда все делается с пометочкой, что у вас должен быть где-то большой розовый трактор на 24-дюймовых колесах. И с тем, чтобы музыка играла у него стинга. И никак иначе. Иначе вы участвовать в нашем конкурсе не можете. К ярдор мосту тоже уже неоднократно были вопросы по поводу соблюдения им технологий при асфальтировании и ямочных работах. И ведь общественники уже два раза в антимонопольную службу подавали жалобы, чтобы признать этот конкурс недействительным. Но антимонопольщики сказали, нас все устраивает, конкурс соблюдает все требования и регламенты, ему быть. Очень жаль, очень жаль, что так считают органы, которые должны нас защищать. Но вы, блин, даете. Хочется доброты, я же добрый блогер. Но, блин, следующая новость тоже прямо вообще космос. Дело в том, что в Рыбинске и большой скандал с теплоснабжающей организацией Теплоэнерго. Дело в том, что Рыбинсом уже с января приходят космические счета за услуги, связанные с деятельностью этой компании. И когда я говорю космические, это значит, что несколько нулей добавляется. Но компания говорит, что все нормально, технические сбои, мы сейчас все по Шурику исправим, но не исправляют уже с января. И чтобы вы понимали проблему всего состоящего. Во-первых, это огромные очереди. Но, кроме огромных очередей, есть льготные категории граждан, которые зависимы от того, как они заплатят коммунальные платежи. Иначе они не получат положенные им субсидии. А это потеря денег и так мало защищенных категорий населения. Ну, а с чем же связаны эти технические сбои? Ну, компания решила отказаться от ЯРОБЛ ЕИРЦ, которая раньше и занималась доставкой, подсчетом, квитанцией, чтобы все было грамотно и хорошо. Сейчас компания решила взять в свои руки. И уже с января нормально взять-то оно и не может. Городская администрация Рыбинска решила помочь, но, правда, отдельным микрорайонам. И взять уже в свои более хваткие руки начисление квитанции в этих отдельных районах. Ну, а дела в теплоэнергии плачевные. Ведь за газ они должны огромную сумму. Помните, в прошлом топе мы с вами обсуждали эту тему, что мы сейчас достигли исторического максимума под долгом перед газовыми компаниями. И на днях капитан покидает корабль, даже вперед крыс. И в теплоэнергии директор Александр Потехин написал заявление о своем увольнении. И свое решение он пока никому не комментирует. Вы не оправдали оказанного вам высокого доверия. Ну, наконец-то наш градоначальник Волков встретился со студентами. И это хорошее событие. Они обсуждали о том, что изменились цены на общественный транспорт для студентов. И так не особо богатых людей. Где Волков, наверное, разыграл следующую миниатюру, которая к жизни не имеет никакого отношения. Слушай, ну, бензин дорожает. Зарплаты растут. Транспорта мало. Чинить надо. Деньги откуда? У вас деньги есть? Вы платить будете. А город бедный. Деньги у города нет. Поэтому вот как-то так. Ну, а по факту он сказал, что цены останутся абсолютно такими же. По словам мэра, город и так компенсирует достаточно много. А именно 50% от стоимости проездного билета. Раньше компенсировал 60%. Ну, уж на 10% вы извините, можно и подвинуться. Еще Волков добавил, что, в принципе, ВУЗ сам может помогать студентам давать им компенсации и льгот на проездной. Я вот думаю, в принципе, ВУЗ может и давать зарплату студентам. А также кормить студентов, соответственно, в ресторанах и в кафешках. Оплачивать им кальяны. Ну и, в принципе, ночные клубы тоже может оплачивать ВУЗ. Даже его назвали опорным. Поэтому он, наверное, должен опорную работу двигать со студентами. А если уж студент захочет купить себе новых шмоток или модную кепочку, ну, тут уже без субсидирования ВУЗу точно никак не обойтись. Ну, по факту сбор подписей, которые производили студенты за то, чтобы все-таки оставить у них льготы, никакого результата не дал. Радует, конечно же, что правкомы вступили за студентами и действительно хорошо отработали, что эта проблема была услышана многими средствами массовой информации. Ну и, естественно, услышана самим градоначальником, который и инициировал встречу. Но по факту на встрече, к сожалению, добиться ничего не удалось. Даже не удалось найти какого-то компромиссного варианта. А компромиссом могло быть то, чтобы муниципалитет, мэрия, возможно, бы отказались от заказа каких-то звезд, фильма за 200 тысяч рублей, закрытых вечеринок, алкоголя. И тогда бы, может, хватило этих небольших денег для студентов. Но это не точно. Ведь они большой-то казны не сделают. А вот с самого молодого возраста поймут, что-то идет не так в этом обществе. Надеюсь, они это поймут и пойдут по объективному пути. И решат сами что-то изменить. И поучаствовать в общественной гражданской жизни общества. А не просто сидеть на скамьях, на партах и говорить о том, что власть плохая. Власть неплохая. Мы с вами власть. Поэтому мы должны начинать с себя. И всяческими своими усилиями подсказывать людям, которых мы назначаем, как нужно работать. И что хотим именно мы. Вот такой топ у нас с вами получился. Лично у меня он вызвал большое количество эмоций. Надеюсь, эти эмоции вызвал этот топ и у вас. Так что ставьте лайки, делитесь записью, пишите в комментарии свои эмоции. Ну или просто можете написать о том, что я сделал неплохо. И на уровне, что я молодец. Я буду, конечно же, этому очень рад. Ведь я умный, красивый, в меру упитанный мужчина, но в полном рассвете. Скоро будет снова формат полета над асфальтом. Я уже почти подготовил свою новую машину для этого. Мы будем с вами смотреть под красивую музычку, что же творится с нашими любимыми ярославскими дорогами. Ну и как показывает практика, это видео можно скидывать нужным и компетентным органам. И вдруг эта дорога, как будто бы к ней приложили подорожник, сама себе зарастает и становится более-менее вменяемой. С вами был Добрый Данил. Всем добра!